Здравствуйте. Традиционно по вторникам на телеканале Самары ГИС разговор по душам. С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Мы готовы выслушать ваши истории и ответить на те моменты, которые вас беспокоят. По мере сил и формата передачи. Сегодня мы продолжаем говорить о психической травме. Разговор, начатый в прошлой передаче, перетек у нас в эту. Угу. У нас в прошлой передаче был звонок от Натальи, и нам удалось получить от нее обратную связь. Расскажете? Ну, если вкратце, да, я перезвонил. Наталья сказала, что нам удалось натолкнуть ее на какие-то мысли. А в разговоре о таких вещах ответ обычно приходит самому человеку. Он невозможен к передаче. Невозможно ответ, который нужен человеку, передать и сгенерировать у самого себя. Вот. Я хочу еще раз ее поблагодарить за то, что она звонила. И, в общем, какой-то такой важный пласт вот этого большого вопроса о травме подняла. Ну, надеюсь, еще не последний раз этот звонок был, да? Вопрос был, напомню, о том, что девушка переживает достаточно длительное время, на протяжении четырех лет, утрату, смерть своего отца. И отсюда вытекает мой вопрос. Есть ли у травмы срок давности? Да, мы сегодня эту тему заявили. Давайте я вот такую штуку сделаю сейчас, Елена, для наших телезрителей, может быть, для меня это важно. Немножко отступлю в сторону. Когда после передачи я общаюсь с близкими, с друзьями, какая-то вот обратная связь есть, возможно, для телезрителей тоже это будет важно. Обнаружилось две партии людей. Ну, назовем это так, по партийным каким-то вещам. Осторожней. У нас скоро выборы. Да. Вот. В эти партии, кажется, не выбирают, они сами организуются. Одна партия людей, ну, я грубо совсем, одна партия людей говорит, Алексей, наверное, нужна конкретика. Вот прям примеры. Вторая партия людей говорит, знаете, в примерах можно утонуть, нужны какие-то общие вещи для понимания. То есть одна прагматично настроена, другая настроена больше, ну, абстракции это нельзя назвать, да, но синтетически. То есть хочется за какими-то отдельными моментами увидеть общую картину, увидеть какие-то общие связи, да. И, отвечая на ваш вопрос, возвращаясь к вашему вопросу, если отвечать практически, то в кабинет ко мне, к коллегам, так вот то, что я читаю, приходят люди с абсолютно, ну, вот так если говорить о человеческом времени, с абсолютно разными сроками травмы. Ну, назовем это так, да, кто-то адресует и называет какие-то события совсем раннего детства травматичными, кто-то говорит о том, что они произошли недавно, эти травматичные переживания. Те, кто адресуются к памяти, очень часто говорят о том, что все произошло, как вчера, хоть могло пройти, там, 15-20 лет и так далее. В общем, по большому счету, наверное, когда мы говорим о сроках, если мы говорим о человеческих сроках, ну, буквально календарных, то есть так, как живет наша, ну, сознательная часть, может быть, назовем это так, да. Для какой-то части психики, это я сейчас отвечаю людям, которые систематику любят, я тоже люблю систематику. Для какой-то части психики, вот у меня есть такое убеждение, для психики нет времени. Причем, что интересно, для какой-то нашей части психики нет стрелы времени, отправленной из прошлого в будущее. То есть в этом смысле мы двигаться можем из настоящего в прошлое, из настоящего в будущее. И парадоксы заключаются в том, что, замечательные парадоксы, на мой взгляд, что в настоящем мы можем изменить прошлое. Как бы это сейчас странно ни звучало. Вот в психотерапии это так. Ну и так же парадокс, наше прошлое, когда мы его пересказываем или рассказываем о нем, хотим мы того или нет, оно становится частью нашего настоящего. Ну, по большому счету, да. Поэтому, возможно, люди-то и переживают заново эмоции, которые сопровождали те события в прошлом. В общем, это так и есть. Какая-то часть нас, как коготки у птицы, а иногда целая лапа или половина туловища, увязли в чем-то. И мы одной частью живем в настоящем. А вот так вот приходит человек, и оказывается, что огромная часть его переживаний, огромная часть его мыслей, и огромная часть его поведения связана с какими-то событиями, которые помечены как события прошлого. Ну, человек же может приходить с определенными проблемами в настоящем, но не устанавливать связи с травмирующими событиями в прошлом. И отсюда у меня вытекает следующий вопрос. Что специалисты считают травмой, и что сейчас в обиходе люди склонны называть травмой? Наверняка есть в этом немножечко несоответствие. Вы правы, это очень большой такой вопрос академический, можно сказать. Я туда не полезу, да, вопрос теоретический. Вот, но мне кажется забавным, что, ну, может быть, такой мой взгляд, что какое-то время назад, ну, лет, может быть, 30 назад говорили в основном, ну, слово травмы не так было распространено. Было распространено слово невроз. Даже люди его переняли, иногда они называют это нервоз. Нервоз, да. Да, нервоз, невроз. Тут интересно есть такое указание на то, что невроз – это что-то связанное с нервами. Сиболизм не от нервов. Да, и поэтому эти две буквы, В и Р, они регулярно меняются местами. То есть у меня что-то с нервами, у меня нервоз. Вот. И вот это слово, оно ушло из обихода, практически ушло. И сейчас люди приходят и помечают свои переживания как травматичные. И, в общем, в прошлый раз я об этом сказал, это такое большое слово, куда заброшено все. И вот мы когда с вами говорили, первое сентября… Ну да, ребенок пошел в школу. Это травма для родителей. И для ребенка может быть травма. И для бабушки с дедушкой. А ребенок не пошел, может быть, в первый класс, а ребенок пошел на первый курс института в другом городе. И это травма может быть… Ну да, это может быть помечено как травма для ребенка, это может быть помечено как травма для семьи. Не как кризис, например, а как травма. Развод родителей. Развод родителей – травма. Для супругов травма? Для супругов травма, для ребенка травма. Создание новой семьи. Например, брак закончился, и мама, например, с детьми, с ребенком выходит замуж повторно. Появляется отчим в семье. Тоже травма. И дети, выросшие... Мы сейчас говорим, я уточнить. Да. Люди называют это травмой. Люди называют это травмой. Но, опять же, чтобы разделить, и дальше не пойдем, я думаю, не нужно, по крайней мере, в этой передаче. Для меня все-таки есть отличие. Травма что-то разрушает. То есть какую-то целостность. Мы об этом в прошлый раз говорили. И, в общем, человек пытается эту целостность как-то внутри себя восстановить, шить. Да? В буквальном смысле или в символическом. Вот. Когда мы говорили о неврозе, для невроза... Как для такого события внутри жизни человека характерен конфликт. Вот там есть какое слово. Внутренний конфликт. Внутренний конфликт. То есть невроз... Ну, это так классическое... Классические соображения. За неврозом обычно стоит конфликт. Конфликт человека с самим собой. Так, если коротко скажем. То есть в человеке борются какие-то вещи, какие-то структуры, какие-то комплексы. Очень часто неосознаваемы для него. И осознаются они только в тот момент, когда человек получает какой-то симптом. Ну, например, навязчивость. Или, например, страх. Или депрессию. То же самое. Да? Депрессивные какие-то расстройства. Например, можем привести конфликт между хочу и должен. Это внутренний конфликт? Ну, безусловно, да. То есть конфликт между желанием и долженствованием. Да. И даже для такого конфликта было придумано название, как и для других конфликтов. Тоже сейчас не буду углубляться. Я бы в возвращении к теме травмы вот о чем. Я надеюсь, телезрители нашу мысль еще улавливают. Напомню, у нас прямой эфир. И нам можно звонить в студию по телефону 202-11-22. Мы ждем ваших звонков. Я хотел сказать о том, что при том, что с человеком происходит, ну, например, вот та самая травма, пережитая насилие в детстве или в текущем возрасте, переезд с места на место, утрата части тела физической, да, ну, операция какая-то, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, все что угодно, да, утрата конечностей, утрата молочной железы, например, да, онкопатология, ну и так далее, и так далее. Не буду... Это тоже, в общем, травма. То есть человеку как-то приходится... И вот здесь что приходится? Здесь очень такой интересный момент возникает. Человеку приходится обращать внимание на себя больше, чем он это делал до этого. То есть он в какой-то степени становится в центр своих переживаний, в центр своего внимания. И, в общем, иногда так бывает, что он с этой раной, с этой травмой ходит. Иногда и чаще всего прячет, мы об этом сказали. И в этом очень большая похожесть тем, как мы ведем с раной на руке, на ноге где-то, да, ее хочется закрыть, потому что любое неловкое движение отдается болью. Поэтому мы заклеиваем пластырем, да, там еще чем-то закрываем повязками. И под, кажется, что под вот этим пространством, под вот этой защитой оно само затянется. И люди очень так часто делают, что под бытом, под обычными отношениями, что говорят близкие друг к другу. Ну и когда внимание переключаем, да, все-таки внутрь себя не заглядываем. Да, не думай, да, займись чем-то. Воним от себя эти мысли какие-то. Но и бывает по-разному. Бывает под повязкой рана заживает, а бывает повязку люди открывают, а там нагноение. Ну уж извините меня за такое хирургическое, может быть, сравнение, но здесь аналогия достаточно близкая. Вот, человек заглядывает, а там внутри ничего не затягивается, а только огрубевает. И, в общем, продолжает вызывать вопросы. Наверное, так. Сейчас к травме, как раз в рамках лечения, возможно, травмы, да, используется слово «проработка». И предыдущий вопрос, вот возвращаясь на две передачи, до этого Кристины, которая задавала нам вопросы о психологической, психической травме, она как раз и спрашивала о механизме проработки. Что это за штука такая? И вообще можно ли проработать травму? Ну, интересное слово вообще само по себе. Оно как минимум указывает на то, что нужна какая-то работа, то есть нужна какая-то деятельность в связи с этой травмой или над этой травмой. Обычно эта деятельность проводится со специалистом, но это хороший такой подход, да. Проблема здесь, мы тоже об этом с вами говорили, проблема здесь заключается в том, что если я глазами могу увидеть, что у меня происходит на коже руки, например, воспаление уменьшается, да, и боль я могу чувствовать как уменьшающуюся, то проработка как слова, мне его недостаточно. Я думаю, что и тем людям, которые ходят сейчас к специалистам, да, и нас слушают, они для себя хотели бы иметь какие-то флажки, какие-то такие... Маркеры, мы в каждой передаче про маркеры говорим, что можно ориентироваться. Да, какие-то маркеры, которые позволили бы им понимать, что вот это слово не просто приклеено к их разговору. Ведь можно приходить, разговаривать и делать это годами, например. Даже я вижу, знакомые, кто ходил к специалистам, говорят, да, я это проработал, вот у меня была травма, или я это проработал. Глядя со стороны, кажется, что это далеко не так, ну или не всегда так. Ну, это очень важный вопрос, и здесь можно и покритиковать немного самих себя, я имею в виду специалистов. Иногда кажется, что мы говорим и что-то обсуждаем, и что-то становится более, вроде бы, очевидным и ясным. Может быть, это можно назвать проработкой, а человек ощущает по-прежнему это с прежней остротой. Ну, вообще, та самая проработка, на мой взгляд, предполагает делание ситуации более ясной для самого человека. Это может быть не ясно для специалиста, а для самого человека. А ясность эта возникает в связи с вопросами, в связи с обдумыванием, в связи с выстраиванием отношений. Ну, этим приходится заниматься, когда ты ходишь к специалисту. Приходится в какой-то момент видеть, кто перед тобой, доверяться, может быть, конфликтовать, может быть, оппонировать друг другу. Ну, вот и в этих человеческих отношениях заниматься этой самой своей болью. Мы с вами говорили до передачи о сложных моментах, ну, как раз в работе специалиста с человеком, который работает со своей травмой. Есть внутри этой работы неудобные вопросы. Помните, о чем я? Нет, напомните. Когда вы поделились, приходится иногда человека спрашивать, а что вы сделали для того, чтобы эта травма произошла или случилась. И у человека возникает чувство вины, он не готов отвечать на этот вопрос. То есть склонность, ну, не знаю, чувство вины испытывать и слышать обвинение в своей адресе. Если я правильно услышу. Да, я думаю, что искусство специалиста в данном случае задать этот самый вопрос таким образом... Ну, это вопрос о собственном участии человека. Может быть, не в самом факте травматизации, если меня обидели в пяти- или в четырехлетнем возрасте. Ну, странно мне слышать вопрос от специалиста, что я сделал, чтобы... Даже если я пошел куда-то, да, я не отдавал себе отчет. Речь идет о другом. Речь идет о том, чтобы сориентировать человека по поводу его собственного... Мы же говорили о том, что травма — это не столько событие, которое произошло, не столько первое сентября, не столько уест ребенка, например, в другой город, а сколько мои переживания по поводу этого, да? Ну, да, по сути, восприятие сознания, да, или реакции какой-то вот... Сознание или не только сознание, да. То есть и мои переживания по поводу каких-то событий есть тот самый травматический компонент. А раз переживания мои, раз это я таким образом отреагировал, то в этом и есть мое участие, да? И такой вопрос, по сути, заданный, может быть, ни на первой, ни на второй, ни на третьей, может быть, ни на десятой встрече, может быть, даже еще там дальше. Такой вопрос — это попытка и желание развернуть человека к тому, чтобы он видел, что в его собственных руках. Как только человек... Или не как только, это не единый момент. Со временем человек начинает понимать и ощущать, что он хозяин внутри своей собственной болезненной ситуации. и тогда он может что-то изменить. Есть еще один момент. Я его обдумывал перед сегодняшней передачей. Он хорошо у меня сконцентрировался по поводу проработки, может быть. Это совет прям, да. Что делать с травмой? Перестать мыслить линейно. Или попробовать перестать мыслить линейно. Что я имею в виду? Иногда кажется, что то, где я сейчас нахожусь, ну, когда мне плохо, когда мне больно, когда я пришел к специалисту или не пришел, это целиком определено теми событиями, которые были год назад, два года назад, три года назад. Кто-то умер, что-то со мной произошло. Я куда-то не поступил. Я не поехал на Олимпиаду. Ну, вот, коронавирус, да, и моя жизнь разрушилась. Да, ну, вот что-то такое произошло. Со мной что-то сделали. И вот в этом мышлении есть линейность. Я все время в своих воспоминаниях возвращаюсь, как было бы хорошо, если бы вот этого события не было. Действительно, такая вещь случается с людьми, когда они рассказывают какое-то свое событие разным людям. Они даже одни и те же слова используют и все время, как вот заезженную пластинку, повторяют и повторяют. Вот это линейное мышление, где настоящее определено прошлым, оно является капканом. В прошлом меня уже нету, а настоящее определено тем местом, где меня уже нету, да, и вот это вот замкнутый круг. И в этом смысле уход от линейного мышления, почему работает ассоциативный процесс? Неважно, в какой парадигме психотерапевтический, когда человек начинает по поводу своих переживаний разрешать себе не только логические ответы, но и какие-то ответы, которые кажутся ему фантастическими. То есть специалист задает человеку вопрос, какие у вас ассоциации это вызывает? Ваш, твой сын уехал в другой город и поступил на первый курс института. Что ты думаешь по этому поводу? Что ты чувствуешь по этому поводу? Наверное, первая часть вопросов будет по поводу того, что вот я переживаю, как он там будет один, справится ли он, проживая в общежитии, да, и так далее. Ну, вот буквально вчера я услышала, 18 лет кормила грудью и отправила, не знаю куда, в какой-то город. Ну, условно, конечно, да, метафорично, но смысл понятен, мама говорит о переживании. Ну, да, дело же в том, что в том городе нет этой груди, эта грудь осталась здесь, то есть это такое расставание произошло, да, сепарация, как говорят психологи, психотерапевты. Вот. Какие у меня фантазии по этому поводу? Это и будет нелинейным мышлением, это и будет попыткой увидеть массу связей смысловых, экзистенциальных, жизненных, каких-то бытийных, массу связей за тем, что кажется вроде бы очевидным. Что кажется очевидным и что, ну, конечно, мы же расстались, да, что там будет, какие внутренние переживания, какой конфликт может быть внутренний у этого родителя, да, будет стоять за этим. Какие возникнут необходимости развернуться лицом к лицу к своему супругу, который до этого, или к супруге, да, который до этого... Как это, синдром пустого гнезда или опустевшего гнезда? Когда родители, возможно, немножечко живут уже отвернутые друг от друга, потому что они сориентированы на своего ребенка, да, ребенок вылетает из гнезда, и родители вынуждены посмотреть друг другу в глаза. И тут оказывается, что точек соприкосновения вот осталось не так много. Да, вы правы. Вот вы сейчас говорили, и мне захотелось еще об одной травматичной ситуации, наверное, сказать. Она очень частая на текущий момент и одна из самых незаметных. Это травма так называемого быта. У людей... И люди об этом говорят, и я слышу об этом на приеме. У людей ничего не происходит в жизни. Ну, как, в буквальном смысле происходит все. Работа, семья, поездки. Это, может быть, машина дорогая или недорогая, неважно, да. Отпуск, отдых, дачи. Но к какому-то времени вдруг человек обнаруживает, что внутренний камин почти не горит. Там нет пламени. Что это все не приносит радости? Это не приносит радости. Да. И я почему сейчас об этом заговорил? Эту штуку ведь нельзя назвать, по большому счету, травмой. Никто меня не бил. Никто меня не ругал. Меня ничего не лишали. Никто не забирал у меня жизнь. На протяжении длительного времени в моей жизни все стабильно и хорошо, да. Но почему-то я себя чувствую... Вот так вот по капельке быт совершает насилие надо мной. Ну, быт безликое, безликое образование, да, да. Вот. Но что-то такое в моей жизни происходит, и я говорю, такие люди тоже приходят, что в моей жизни происходит, что из этой жизни уходит жизнь. И там остается, ну, какое-то небытие. Я не скажу смерть, потому что в буквальном смысле смерти нету, но вот какое-то небытие, оно есть. И, в общем, оно тоже такой очень глубокой занозой является для людей. И я надеюсь, часть, думаю, что часть телезрителей об этом знает, узнает себя в этом. Они приходят, когда, в общем, когда, в общем, по большому счету близкие им говорят, ты жиру бесишься, да, все в твоей жизни хорошо. Вот. И оказывается очень сложным этим людям тоже обратиться за помощью, потому что, ну, другие-то понятно, почему приходят. Они попали в сложные ситуации. Кого-то с работы. У них травмы. Да, кого-то с работы уволили, кто-то потерял работу, кто-то заболел очень сильно, да, какими-то телесными заболеваниями. А мне все хорошо, но это только видимое, да, как я пойду. Ну, вот, это тоже такая форма переживаний. Да, можно ли травму залечить, как-то научиться с ней быть без помощи специалисту? Или все-таки единственный путь – это пойти к специалисту, разобраться, разложить по полочкам, заглянуть в свое прошлое, понять свой вклад? Очень хороший вопрос для меня. И я уверен, что большинство травм так и переживаются без специалиста. И слава богу. Вообще, я думаю, что какую-то демонизацию травмы нужно уменьшить, да. Я все-таки думаю, что вся жизнь состоит из травм. Сплошь и рядом, когда мамочки озабочены тем, чтобы не нанести ребенку травмы, которые им удалось, ну, пришлось, вернее, пережить в детстве, невольно они ребенку другие травмы какие-то причиняют. То есть избегая одного, создают другого. Мы здесь могли бы, вот, наверное, во второй вот этой половине нашей передачи, мы бы здесь четко и внятно могли еще раз разделить, я это сделаю, события, которые происходят, и переживания, которые сопровождают эти события. Вот переживания могут быть разные, абсолютно разные, и пиковые по поводу абсолютно разных событий. Если у ребенка умер котенок, взрослый, может быть, скажет, ну да, это печально. Для ребенка это может быть травмой на всю жизнь, ну, каким-то таким переживанием, да. Если мы вспомним Станислава Грофа, человека, который еще дальше пошел, да, он говорил, да, вообще люди в момент рождения переживают травму. Травму появления на свет, да, они проходят через родовые пути, а некоторым вообще не счастливится пройти через родовые пути, их достают после разреза, да, то есть, и, в общем, что уж говорить, если вот в таком маленьком возрасте, человек, ну, вот только что родившийся человек, ребенок, да, без осознавания и с маленьким островком сознания уже переживает телесные такие очень неприятные ощущения, просто пиковые какие-то, катастрофические, ну, как мы сейчас на это можем смотреть. Вот, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я уверен, что люди переживают, люди не обращаются, люди находят свои собственные ресурсы. Время на это уходит у людей разное, это травмы, или то, что они считают травмами разной интенсивности, но если они чувствуют, что никак с чем-то, где-то они застряли, да, в травме, как в какой-то расщелине, да, мы говорили о разъединении, вот как Винни-Пух застрял, когда он был у кролика, да. Ну, что ориентироваться, что может послужить сигналом для обращения к специалисту, именно вот исходя из этой темы, психической травмы? Чутье? Раз. Внутренне прислушиваться к себе. Да, поэтому срок, мы об этом говорили, там, шесть месяцев, но некоторые люди приходят на третий-четвертый день, например, после смерти и говорят, я что-то не справляюсь, мне нужен кто-то. То есть, и их чутье приводит. Комментарии близких и неблизких людей. Ну, вообще, иногда человек вдруг слышит свой адрес, ты знаешь, тебе надо, кажется, сходить к специалисту, и как-то у него застревает это в голове, он думает, слушайте, может, я уже настолько свыкся, с чем-то мне не видно, и я пойду. Повторяющиеся события могут служить таким сигналом? Ну, я имею в виду, не складываются отношения, новые отношения опять не складываются, или они развиваются вновь по тому же сценарию? Да, как какие-то такие заезженные пластинки, да, людей приводят, травматизация, ну, в буквальном смысле. Вдруг человек обнаруживает, что за последнее некоторое время он, не знаю, сломал руку, разбил машину, дома порезался, еще что-то, да, ну, вот такой какой-то урон себе причинил. И он так задумается, что вообще в моей жизни происходит, да. Ну, какие-то такие моменты, да. Да, и люди ведь тоже не стоят на месте, в смысле, у них какое-то понимание развивается про самих себя и про жизнь, и о жизни взрослеют. И то, что казалось вчера нормальным, сегодня, может, вот я подхожу, смотрю в зеркало и вижу, что у меня есть морщины. Вчера меня они не парили совсем, как сейчас говорят, а сегодня вдруг я задумался о старости и о смерти. И вообще, что останется после меня в этом мире. И как-то очень сердце мое, может быть, заколотилось или что-то защемило в груди. И, может быть, это тоже будет поводом прийти. Хорошая тема. Может быть, в следующий раз поговорим о старости, об одиночестве. Тем более, что запрос на эту тему тоже есть, и нас спрашивали. Время нашей передачи заканчивается, Алексей? Да, спасибо за передачу. Ну, может быть, наши зрители темы нам тоже предложат. Смотрите нас в следующий вторник, 18.15, на телеканале Самара ГИС. Да, всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!